Всем привет! Распаковка новой коллекции. Я дождалась ее. Я уже думала, что буду распаковывать в России, потому что я в Россию улетаю 2-го числа. Но Прага смогла передать мне на северную часть. Спасибо моему дистрибьютору Марии Суровцевой. Они мне с южной части привезли. Обязательно сегодня, кстати, в сторис еще раз выложу аккаунт дистрибьютора на южной части. Поэтому, девочки, кто здесь находится на северной части, у меня же многие просто спрашивают за косметику. Можно будет заказывать у Мажи на южной стороне. Там, скорее всего, будет на какую-то определенную сумму. И, если что, они будут привозить. Итак, распаковка новой коллекции. Весна-лето. Давайте посмотрим. Я тут, кстати, еще стемпинг приготовила. Думаю, блин, надо уже стемпинг показать. Ну что ж, я его привезла. У меня произошло все тестовые образцы. Но я думаю, мы сегодня поработаем как раз с новой коллекцией. Это отлично дружит. Всем привет! Хорошего вечера, субботы. Как раз сейчас у вас 8 вечера. Отлично, вы уже дома, надеюсь, не с клиентами. И можно позалипать в инсте. Итак, Soulful Morning. Коллекция весна-лето пастельная. Не яркая. Если прошлые два лета мы с вами заходили с таким очень ярким набором гель-лаков, позапрошлое лето это была такая акцентная коллекция на неон. Прошлое лето был акцент на классические базовые цвета. Чистый желтый без белил, чистый оранжевый без белил, чистый зеленый без белил, правильный, там небесный голубой без белил. Да, большая часть была именно с классическими цветами. То в этом сезоне мы вам предлагаем обратить внимание на пастельные цвета. Это неспроста. Я в клубе не так давно делала, кстати, очень хороший эфир. Поэтому кто в клубе за платную подписку, обязательно зайдите на GetCourse. И посмотрите, прошлый эфир я делала очень крутой обзор трендов через фасоны и через цвет. Понятно, что трендов очень много. Каждый сезон это может быть около 200 вариантов тренда. И каждая компания здесь выбирает под свое ДНК те или иные тренды. И, конечно, яркие цвета нас не покинули этой весной и наступающей, да, и следующим летом. Нас не покинули неоновые цвета, они все равно точечно где-то встречаются. Но появилось очень много акцента на пастельные цвета. Очень много желтого пастельного, лавандового пастельного, красивого зеленого пастельного, персика, розового. Поэтому мы с вами встречаем вместе с компанией Эми коллекцию. Такая, знаете, ностальгия по коллекции Пастель Звенит. Кто помнит коллекцию Пастель Звенит? Это, наверное, самая продаваемая коллекция красок была. Потом мы ее повторяли в гель-лаках. Сейчас там практически у нас в ассортименте из этой коллекции ничего не осталось. Вот, и вообще тогда те колеры, когда я создавала, это прям, знаете, такие выверенные колеры были по светлоте, по темноте. Вот, наличие именно белого пигмента, сколько его там должно быть. Эта коллекция очень похожа на Пастель Звенит, но все равно не то, потому что другая, в любом случае, плотность, другая уже формула. Потому что тогда, когда это была Пастель Звенит, это было вообще, это было другое сырье. На другом сырье делали эту коллекцию. Здесь интересна коллекция тем, что большая часть оттенков мы ориентировались, опять же, на Институт Пантон. Да, потому что, если увидите, во-первых, мы сделали два бирюзовых. Один такой больше мятный, а второй прям Тиффани. В этот раз это мы делали не по Пантону, это мы сделали чисто для себя. У меня была давно фишка, нужен цвет Тиффани, как упаковка бренда Тиффани. И мы обложились полностью упаковкой Тиффани и сидели, колеровали четко под духи, под вот эти коробочки, под ювелирку Тиффани. Поэтому у нас два бирюзовых. Давайте сейчас мы поближе все-таки посмотрим, а то одна моя голова. Так, сейчас мы свет чуть-чуть выставим, сделаем поярче. Видите, разница? Есть 409 и номер 413. Но я вообще, конечно, обзор уже делала этой коллекции, но мне хочется прям вот распаковочку сделать. Давайте. Так, здесь у меня уже пластины лежат. Правда, пластины тестовые, сразу предупреждаю. Тестовые пластины, знаете, чем отличаются от партии? Это тесты, и они, как правило, есть с небольшими косяками, уже на основе которого делают основную партию. У меня тут, видите, есть лаки новые для весны, для стемпинга. И, конечно же, из Праги мне пришла постылка. Смотрите, я сейчас показываю вариант европейского набора. Смотрите, девочки, кто из России, страны СНГ, у вас немножко упаковка будет другая. В чем отличие будет? Смотрите, европейский офис, они делают печать на ложках, они не делают наклейки. Видите, они как делают? А Россия делает наклейки. Вот в этом и будет разница. Поэтому вот сейчас имейте в виду, вот это российский вариант ложечек, они тоже идут в наборе. А это вариант европейских ложечек, они идут вот так вот у нас с печатью. Нет, коллекции красок в этом сезоне мы не ожидаем. Так, ну поехали. Как всегда, я всегда говорю, мое любимое слово, эстетический оргазм от упаковки. Этот приятный звук. Давайте послушаем. Как приятно. Со всех сторон, давайте смотреть, со всех сторон гладить. Я люблю гладить. Смотрите, как классно. Все, все, вот я ее все облапала, погладила. Ну, здесь смотрите, на любителя. Вот кто любит минимализм, вам, конечно, вот так кайф. Я, конечно, любитель, чтобы было ярко. Мне, конечно, больше нравятся наклейки. Вот, ну, я уже говорила, производство России и Чехии прям один в один. Ну, не получается работать, все равно вот где-то какие-то отличия идут. Потому что мы все производим отдельно. Итак, внутри у нас восемь цветов. Вы знаете, всегда локомотивная коллекция, основная, которая задает тренд на весну-лето в нашей компании, мы всегда выпускаем восемь цветов. Ну, по крайней мере, это делаем последние три года. Промежуточные коллекции, как вот розовая коллекция была, там было шесть цветов. Вот, ну вот основной мы делаем восемь цветов. Так, поехали. Итак, мой любимый цвет этой коллекции, это breakfast у Тиффани, завтрак у Тиффани, номер 413. Номер 413. Номер 413. Очень классный, просто самодостаточный. Я такой, на такой цвет даже в дизайне тело. Блин, клевый, прям Тиффани, Тиффани. У нас был раньше Тиффани тоже с названием, с таким гириллак, но он немножко другой по тону был. И он назывался просто Тиффани, поэтому этот назвали завтрак у Тиффани, чтобы у вас не было путаницы. Второй цвет, он более мятный, номер 409. Да, мой маникюрчик. Вы, кстати, видели, что я уже выложила эфир, поэтому смотрите, девочки, эфир уже в ленте. Я его просто очень долго не выкладывала, что-то у меня руки не доходили выложить. Так, номер 409. Прям мятовый. Господи, мятный. Я сейчас весь день слушала вебинар, у меня сейчас началось обучение. И ну вот эти три дня, у меня, знаете, мозги прямо пухли, а я еще себе взяла и эфир поставила. Нет бы, учись уже, Катя, ну зачем прямой эфир? Да нет, ну как же, пришел набор. Вот, обязательно вам оставлю, для тех, кто северного Кипра, кто мне спрашивал за продукцию, оставлю вам аккаунт дистрибьютора Эми Ципрус Южный, Сайпрус верни, Сайпрус. Так, номер 411. Это вообще прям вот тренд номер 411. Много лаванды, прям на подиумах очень много лаванды, девочки. И классное сочетание, знаете, вот лаванда с зелененьким. Вот если гардероб рассматривать, да, сейчас не маникюр, а, например, с точки зрения гардероба. Если любите пастельные цвета, очень круто дружит лаванда с желтеньким. Давайте сразу желтенький во дню, номер 414. Я сейчас насчет 6 миллилитров не подскажу, но по идее у нас обычно локомотивная коллекция, которая именно задает тренд сезону в компании Эми, мы выпускаем в двух объемах. Мы выпускаем и 9, и 6. Но здесь я не могу подсказать, потому что Прага, возможно, шестерки не выпускает. Вот, это лучше уточнять уже на месте в вашем представительстве. Ну, либо когда у нас уже будет старт в России. Желтенький. Сейчас прям мы переложим, чтобы вы посмотрели, как желтый сочетается с лавандовым красиво. О, смотрите, вот уже подсказали, если в Литве есть 6 и 9, спасибо тебе огромное, значит, везде есть 6 и 9. Все, вопрос снят. Я просто еще хотела уточнить и забыла. Ну, обычно, да, у нас шестерка и девятка идут наборы. Например, зимой у нас был набор и шестерка и девятка, зимний. И многие, например, пожалели, что купили шестерку, потому что больше сейчас цветов оказались очень востребованные. Оказалось, здесь очень востребованные. Слушайте, я что-то, или я ошиблась, что-то не то намазала. Сейчас, минутку. 400. Ну, конечно, я перепутала, прикиньте. 412, это же зеленый, а я намажила зала желтый. Сейчас давайте исправим вот так. Так, конечно, нельзя делать, но что делать? У меня произошел казус в прямом эфире. 412, это у нас зелененький. Очень, кстати, правильный зеленый. Так, и давайте повторно все-таки я накрашу. 414. Не привыкла, видите, с прозрачными ложками, поэтому туплю, немножко торможу. Ой, слушайте, как хочется уже пастельную коллекцию сделать, как хочется сделать бокс, бокс-аффирмации. Ну, у меня будет, наверное, одна рука бокс-аффирмации, вторая рука, наверное, пастельная. Буду ходить в этот раз прям с длиной на обоих руках. В этот раз решила все-таки чуть-чуть укоротить свою длину все-таки. Так, где заказ можно сделать? Можно сделать у дистрибьюторов, да, обратиться к дистрибьюторам, например, предзаказ оформить. Так тоже можно, чтобы наверняка вам достался набор. Прям, возможно, какую-то предоплату с вас возьмут. Либо уже ждать, когда будет старт продаж в amyshop.ru. Прям запомните, amyshop.ru. Девчонки, кому несложно, напишите название русского сайта. Кто с Европы, это amyschool.com. Набираете в гугле amyschool.com. Выбираете свою страну. Там, как правило, смотрите, если в вашей стране нет дистрибьютора, то вас перекидывает автоматически на чешский сайт. Если есть дистрибьютор, то вас перекидывает на сайт дистрибьютора. Ну, например, вы из Италии. Вы заходите на amyschool.com, выбираете Италия, и вы попадаете на сайт именно итальянского дистрибьютора. Не выпускайте так часто коллекции, я не успеваю покупать. Смотрите, почему... Сейчас буквально прервусь. Почему столько коллекций? На самом деле коллекций немного. Они просто очень разные. Понимаете, вот есть категория клиентов, которая, например, будет покупать пастельные цвета. А кто-то, например, купил, ему больше понравилась розовая коллекция. Или, например, кто-то купит бокс, потому что там цвета из бокса вам ближе. Или вот у нас еще выйдет коллекция такая перламутровая, с шиммерами, нежная. Там, возможно, вам вот такая коллекция больше зайдет. Понимаете? Не все коллекции заходят прям всем клиентам, кто нас потребляет. Это я имею в виду именно мастеров маникюра. Вот. Поэтому мы делаем много коллекций, потому что кто-то купит эту гамму, кто-то купит эту гамму. Вот. Я хочу все и сразу. Розовая еще в Литве нет. Да, у нас там просто Россия так сделала не очень правильно. Мы, короче, Прагу вовремя не поставили в известность. Мы, получается, наколировали, а им сказали «колируйте». А, ну, знаете, производству так нельзя говорить, что у тебя, когда расписан план производства, там, например, на месяц вперед, начальник производства никогда в жизни не поменяет этот план. Потому что у них там запланирована мойка машины, там, какие-то мельницы. Чтобы вот это вот не перемывать одного цвета на другой, там четко выстраивается схема. И так как чуть-чуть у нас здесь не коннект произошел, я думала, нас Прагу убьет. Мы, когда сказали, мы розовую коллекцию в январе все-таки выпускаем, я думала, они нас побьют. Вот. Ну, накосячили мы чуть-чуть, да. Здесь у нас синхронность немножко нарушена. Ну, ничего. Все нормально. Так, роскошный голубой цвет. Голубого, кстати, тоже очень много на подиуме. И там прям вот оттенки голубых очень много разных. Вы знаете, что у меня и боксик голубой очень красивый. Сейчас я покажу коллекцию гель-лаков из бокса. Ой, как я люблю показывать новинки, девочки. Вы все даже не представляете. Это ж у меня вот просто любимое. Это то, что, наверное, я буду делать всегда. Я люблю что-нибудь продавать, создавать. Вернее, значит, сначала создать то, что меня заводит, зажигает. То, что я прям сама хочу, 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 как хочу. Вот, а потом об этом рассказывать другим. Это, наверное, то, что я люблю делать даже бесплатно. Оставьте меня без ничего. Я буду просто бесконечно рассказывать, показывать, распаковывать, красить. Это мое любимое. Видите, какой голубенький? Такой он больше ледяной, холодненький. А вот если мы возьмем 416-й, он такой больше в сторону лаванды. Скажем так, маджента в составе чуть-чуть идет. За счет этого голубой становится уже в сторону сирени ближе. Очень красивый цвет. Я обычно такой цвет называю небесный голубой. Красивейший. Просто красивейший. Как вы склеиваете типсы? Да, я, кстати, давно обещала это показать. Я хотела рилс прямо на эту тему снять, и все время забываю. Так, номер 415. Клеится на двухсторонний скотч. Самый обычный двухсторонний скотч. Сейчас я покажу этот скотч. Так, берем роскошный 415. Ну, так как я любитель розового, конечно. И у нас еще коллекция розовых вышла. Тоже классно. Сейчас я вам покажу коллекцию розовых, чтобы вы видели разницу. 415-й. Ну, это такой вот прям классический базовый светлый-светлый пастельный цвет. Так, ну, вы же в курсе, да? Вот розовая коллекция. В России она стартовала, в Европе она только стартует. Сейчас мы покажем розовенький вам, чтобы вы посмотрели разницу между розовым. Так. И давайте сравним. Ну, сейчас видно, что он прям такой вот baby doll, но только светло-розовый. Ну, прям он, видите, отличается. Этот такой припыленный, потому что здесь цвета пудры. А этот такой вот чистый, выбеленный, розовенький. Короче, вот к этой коллекции розовых отличное дополнение. Вот сколько у нас красоты. Аффирмации тоже напомню, наборчик. Я им, видите, не могу работать. У меня слайдеров нет. У меня, получается, пластина есть, а самих слайдеров у меня нет. Поэтому я вам распаковку показала. Вот, он уже доступен. Скоро тоже начнем работать. Вот сколько красивенных цветов у нас получилось. Ну, по-хорошему надо в два слоя нанести. Вот. Но я уже не буду сейчас время тратить. Я постаралась так нанести. Очень красивая пастельная коллекция. Давайте мы сейчас с ней как раз, вернее, давайте мы с ней сделаем дизайн. А дизайн мы будем с вами делать пастельными красками для стемпинга. У меня, опять же, это образцы. Поэтому не обращайте внимания на состояние моих бутылечков. Давайте сейчас с вами сделаем дизайн. Розовые, вы сейчас правите, Лиза, Эминел. Ты говоришь, разница между розовым и розовым. Это не тот самый розовый, нужно еще розовых. Потому что розовых много не бывает. Так, с Ace Base вы хотели сравнить. А для чего с Ace Base сравнивать? С Ace Base. Ну, давайте сейчас я достану. Давайте кому? А, давайте вот так вот положу. Вот будет хорошо видно. Вот коллекция Ace Base и коллекция гель-лаков. Вот так. Ну, разные вы видите. Может быть, вот эти вот два персиковых будут чуть-чуть похожи. Но все равно это, ну как, не то. Такое не сильно корректное сравнение. Лево Ace Base, справа это Soful Morning. Боже, девочки, ну красивая же коробочка. Ну, посмотрите, какая она восхитительная. Это так красиво. Боже мой. И такая красивая съемка у нас с девочками получилась. Мы давно ничего нежного не снимали. Вы заметили, да, что нежнятина у нас в этот раз. И зима у нас с вами тоже ожидается достаточно классическая, базовая. Видите, меня потянуло чуть-чуть к спокойствию. Вот, поэтому нас с вами ожидает нежное, романтичное лето и весна. Ну, действительно, будет очень много в масс-маркете. Вы сейчас увидите. Сейчас, возможно, это не сильно заметно. Потому что все-таки самый конец февраля, вот сейчас уже к концу марта, вы увидите, сколько будет пастельных нежных цветов в лето и весну. Цвета, да, будут все отдельно. Смотрите, цвета будут отдельно продаваться. Не переживайте. Так, ладно, потом что-то мне мешает. Так, ну, поехали. Так как шармикончиков у меня нету. А вы видели, да, что появились шармиконы новые? Кто видел? Сейчас часть партии шармиконов уже начали продавать. Четыре новых шармикона. Скоро будет еще партия шармиконов. Кто видел новые шармиконы? Они жутко хорошенькие, такие романтичные. Вы знаете, они вот прям даже вообще, в принципе, вот к этой коллекции идеально подходят. Все такое нежное, романтичное в этот раз. У нас и слайдеры в этот раз, большая часть романтики. Так, ну, давайте со стемпингом сейчас поработаем. Мне так хотелось совместить. Так, что мы возьмем с вами? Что мы возьмем? Ну, конечно, давайте. Брекфаст у Тиффани. Сейчас сделаем. Можно однотонное покрытие, можно несколько цветов нанести одновременно. Я единственное, стемпинг еще не проверяла, не пробовала. Вот, ну, единственное, видите, у меня, видите, у меня пластины не из партии. Ну, я надеюсь, что я сейчас не накосячу. Потому что я знаю, что мы там чуть-чуть переделывали толщину резки. Вы знаете, что мы стараемся делать в основном очень тонкий рисунок. Так, ну, с чем поработаем? С чем поработаем? Ну, розовый будет, скорее всего, почти беленьким смотреться. Давайте возьмем салатовый. Да? Так, я здесь листочек расселаю, чтобы не испачкать свой красивый фон. Готовлю все для стемпинга. Прежде чем начинать делать стемпинг, вы либо обезжириваете поверхность, либо берете просто теклос. Константин, ты что там взял? Печеньки. Печеньки? Да. Три остались. Суши. Коробки уходи нет. А, ты слопал. Да, давайте, новые пластины. Смотрите, они сейчас только ожидаются. Блин, при чем же я делала уже эфир по числам? Есть где-то эфир у меня, где я прям все числа расписывала, когда что выйдет. Представите, я не помню. Блин, и бумажки выкинула. Блин, и бумажки выкинула. Так, ладно, это первая пластина. Давайте я вот так ее положу, чтобы вы сфотографировали. Это такое для неформалов, что мы всегда делаем что-то с гранжем, такой панк-рок, 90-е, 80-е, потому что много кто сейчас потребляет вот такую стилистику. Это для вас. И вторая пластина, она романтичная. Это для девочек, кто любит нежнятину, кто любит такое вот все. Новая пластина будет обязательно. Новые пластины в Европе тоже будут. Не переживайте, так как с осенью получилось. Осень, видите, Прага намного позже России выпустила. В Европе пластины будут. Вот. И еще одна пластина для любителей техник Nail Crust. Наших трафаретов акварельных. Вот я вас хотела обрадовать. У нас еще одна пластина выходит. Здесь я поместила самые популярные трафареты с Nail Crust, выбрала. И выборочно добавила трафареты для акварели, для жестовской росписи. Вот. Кто очень рад именно этой пластине, ставьте плюсики. Кто давно ждал пластину именно для техник Nail Crust в стемпинге и для техник акварели, для лепки. Вот три пластины. Так-то. Ну, я так думаю, конечно, будут в основном покупать все вот эти пластины. Две. А эту, скорее всего, купят наши старички. Девчонки, кто давно с нами, кто любит все равно так или иначе периодически возвращаться к техникам Nail Crust, литья, бархатного песка. Вот. Кто любит работать эмпастами. Вот. Эта пластина для вас. Попробуйте. Вот. Попробуйте. Благодаря этой пластине не нужно будет докупать трафареты. Нельзя сказать, что здесь все, понимаете, все невозможно было запихнуть, потому что я переживала, что эта пластина не пойдет. И мы как раз тираж этой пластины тоже сделали небольшой, маленький. Вот. Потому что мне все казалось, что это сильно покупать прям много не будет. В основном купят наши старички. Пластины покупай, а стемпинг не делай. Вы зачем покупать? Чтобы было вдруг. Слушайте, стемпинг, девочки, нужно просто научиться его делать. Правда. Ну, это так комфортно. Так, смотрите. Предупреждаю. Возможно, у меня сейчас с первого раза не получится. Потому что я еще не пробовала работать. А я просто знаю, что эти пластины мы переделывали, а у меня непеределанных нету. К сожалению, они есть только в России, а здесь у меня на Северном Кипре их нету. Так, где мои скраперы? Сейчас, секунду, девчонки. Да что ж такое? Готовилась, готовилась. А, все, нашла. Порядок навела, видите? Норм. О, классное сочетание. Очень люблю, когда такой мятный, за бирюзовым. Так, что сюда еще добавить? Можно черненькие, либо беленькие, да, цветочки? Смотрите, какие всякие букашечки, девчули. Кстати, узнаете пчелку? А ну-ка, кто очень рад? Скажите мне. Смотрите, вот эта пчелка, она у нас когда-то была на шермиконах, которые были для Джеймти Клэр. Помните вот эту пчелку? Короче, вот он, этот макет. Здесь есть вот пчелки, цветочки, жучки, которые были самые удачные у нас в слайдерах, в шермиконах. Смотрите, какие всякие мушки кайфовые. Так, давайте где-то черненьким, наверное, сделаем, а где-то беленьким. Так, черненький. Смотрите, всегда показывают, у меня такой инструмент, это вот такой двухсторонний скотч, нарезанный прямоугольничками маленькими. Я очень не люблю работать валиком, ненавижу, честно говоря. Поэтому я всегда вот этими штучками работаю. Они у меня обычно вот так вот, на большой пальчик я приклеиваю, чтобы мне было удобно. Так, чистим. Зай, сделай, пожалуйста, потише. Ну, бесит, блин, не могу. А что? Ну что, опять громко. Так, какую муку я возьму? Это, наверное, мой любимый. Видите, какая тонкая резьба. Я очень люблю стемпинг, который сильно толсто нарезан, вот, ну, не перевариваю. Я понимаю, что его проще отпечатывать. Вот. Здесь я просто все время говорю, следите за тем, чтобы лак был разбавлен, чтобы лак для стемпинга был разбавлен. Можно брать любой разбавитель, не обязательно брать Эми. Берете любой разбавитель, там, я не знаю, какой же разбавитель, помню, был такой дешевый, Северина, что ли, такая марка была какая-то русская. Вот, берите любой разбавитель, если видите, что очень тонкая резьба, тонкий рисунок, проверяйте, чтобы лак был жиденький, либо новый, если уже загустел, ну, значит, 100% проверьте перед тем, как работать с клиентом. Просто проверьте. Видите, как удобно скотчем двухсторонним работать, скажите. Вот, кайф. Хотела еще слайдеры добавить, но уже слайдеры сюда некуда добавлять. Сюда пока шармикончиков добавить. Так, новые слайдеры. Можно цветную добавить, да? Бабочку. Тут уже переборчик будет. Ладно, добавлю, я же так не могу. Так, поэтому берем топ-слайдер. Суши. Так, это у нас яркие бабочки номер 109. Давайте еще раз напомню, какие слайдеры у нас есть. Эмоции номер 105. Игра в детство номер 101. Такая кайфовая абстракция, вдохновение номер 107. Для смелых девочек дерзкий принт номер 104. И 106 романтические листья. Это у нас слайдеры. Давайте как раз возьмем голубую бабочку. Вот эти вот бабочки кайфовы. Видели, как я их сделала объемными? Кайф. Бабуськи стрекозки вот с таким акварельным подтоном, с разводиками прям очень крутые. А увеличат краски для стемпинга в объеме. Блин. Да нет, вот это ты мне вопрос задал. Ну нет, наверное, зайка. Наверное, нет. У нас просто, понимаете, стемпинг это такой дополнительный инструмент. Вот. Нельзя сказать, что мы упор делаем на этот стемпинг. Вы же понимаете, единиц очень много. Поэтому. Ну, скорее всего, нет. Есть компании, которые занимаются только стемпингом. И у них там 33 варианта. Такое, такое, такое. Вот. Так, ультрабонд, которого нифига нету. Я тут ногти делала, подружки. Прикиньте, и нет ультрабонда. Я ей вот этой какашуля сделала. Конечно, в последний раз я говорю, Динара, есть вероятность, что ногти нафиг вообще отвалятся. Потому что, ну, закончился ультрабонд у меня. Поэтому я его, видите, вот так отдельно наношу. Потому что я очень люблю слайдеры обрабатывать ультрабондом. Еще раз напомню. Смотрите, ультрабонд обязательно. Это так удобно. Он убирает пузырьки, складки все. Так, ну что, давайте просто глянцевым нанесем. Что еще? Давайте варим какой-нибудь такой простой со стемпингом. Переходик сделаем. Давайте вот такой 412 возьмем. Черный и белый хотя бы. Слушай, хорошо, Данила. Смотри, я делаю скриншот твоего сообщения. Сделала. Все, сделала скриншот. Надо, да, подумать, чтобы белый и черный делать в большом объеме. Слушай, знаешь, почему мы не делаем в большом объеме? Ну, я бы не делала. Почему бы я не делала в большом объеме белый и черный? Это же лак, понимаете? Блин, но он все равно быстро выходит из строя. Быстро заветривается. И лучше докупать маленькие бутыльки, чтобы каждый раз он был свежий. Чем вот так вот купить большой. Он все равно там, когда одна треть остается. Даже бывает, когда половина. Все равно уже нужно разбавлять. Нужно постоянно разбавлять. GMT геля совсем вывели. Их уже не будет. Почему? Сейчас GMT клер прозрачный в новой формуле появился. Вот. Это очень хорошая новость. Поэтому пробуйте. Я сделала формулу та, которая не будет на вот эти лампы реагировать. Но материал все равно прозрачный. Плюс он без остаточной липкости. Даже его, если вдруг бросите открытым, все, ему жопа. Но он не такой чувствительный, как была предыдущая версия. Я обещала, что я обязательно наколерую на основе новой формулы блестящий GMT. Вот. Будет классная, красивая, такая вот полупрозрачная. Помните, самая первая коллекция была? Вот они полупрозрачные, с блесточками было. Вот будет новая коллекция GMT на основе новой формулы. Я люблю стиль Гранш, но изображение среднего пальца очень грубо может не стоило так много этих пальцев делать. Слушайте, ну там сколько тут этих наклеечек среднего пальца. Девчули, ну что вы такие нежные, кошечки мои. Ну сколько? Раз. Два, три. Их там всего три. На слайдер. Ну не вырезай, не используй. Господи. Так. Мам, я еще вот это хочу. Ты хочешь рыбку? Да. Ну, зайка. Так. Этот у нас уже с вами, да? Ну, Кось, я же работаю. Давай вот я сейчас поработаю, и будет тебе рыбка. Так, этот сделали. Так. Здесь давайте какие-нибудь пятнышки, что ли, поставим. Лавандовые. Так, слушаем. Видите, все в пастели. И слайдеры, вот тоже даже гранж, видите, слайдеры, когда гранж делали, тоже делались через оттенки пастеля. Потому что знали, что будет пастельная коллекция, чтобы оно все коллаборировалось очень хорошо. Видите, оно все будет классно, дружись с пастельными оттенками. Потому что слайдеры все через вот такую пастель. Даже абстракции сделали через пастель. Через пастель. Так. Т-класс. И делаем с вами стемпинг. Слушаем. Так, кстати, напомню, номера какие для стемпинга. Номер восемь. Номер девять. Номер одиннадцать. Номер десять. И номер семь. Зай, ну это консерва. Ты сейчас не откроешь, Костик? Кость, ну пожалуйста, Заюш. Ладно, давай, сейчас. Подожди. Бери туховилку, на. И вилочкой кушай. Давай, на столе тут. Так, прошу прощения. Ребенку захотелось рыбки. Так, здесь можно что сделать? Давайте возьмем голубенький, да? Там будет у голубенького интересно. И давайте тут какие-нибудь словечки отпечатаем. Нет, не хочу словечки. Хочу опять... Или ладно. Ой, лаванды, девочки, в этом году в одежде будет очень много. Прям ждите. Поэтому, кто любит лаванду, сразу запасайтесь. Возможно, не очень сильно видно. Но все равно что-то просматривается. Как фон, будет хорошо. Можно что-нибудь беленькое отпечатать сверху. А можно... Вот такую штучку приклеить. Ну, тоже тогда топ-слайдер. Я же тебе давала для курочки вилку. Там нет у тебя вилки? Да нет. Да что же за беда? Мам, там какая-то вода. Ну, это же консерва. Понятно, что там рыбка. Это тунец называется рыбка. Так. Можно, кстати, вот отсюда добавить. Будет прикольно. Ну, ладно, я уже взяла стрекозки. Давайте стрекозки возьмем. Ой. Мам, мне какой-то маленький кусочек задается. Зай, я уже заканчиваю. Не будешь? Все. Что-то настроения у Константина сегодня нет. Мама весь день что-то делает. Один раз гулять с ребенком и сходила. О, вот так пусть будет. Здесь можно матовым покрыть. Когда матовым покрываешь, пастельные цвета, они более ярко выраженно смотрятся. Сейчас отвечу на вопросы. Все, одну минуту переворачиваю камеру и отвечаю на все ваши вопросы. Итак, еще раз подводим итог. Что сегодня у нас с вами? У нас с вами в Европе уже стартовала новая коллекция Soulful Morning. В России она стартует ориентировочно в конце недели. Это будет где-то 1 марта, может быть, после 1 марта. Также сегодня я вам показала пастельные краски для стемпинга. Это 5 оттенков. Очень хорошо будет дружить с коллекцией как раз вот с этой пастельной. Будет хорошо и с Ace Base. Тоже будет классно. И 3 новые пластины. Тоже нас ожидают с вами. 3 новые пластины. По пластинам понятно, что я еще буду делать отдельно обзоры. Просто сегодня захотелось мне с ними поработать. И лаками поработать захотелось сегодня. Пчелку можно было бы, конечно, сделать пастельненькой. Ой, глянцевой, правильно? А саму острую куску джемтиклер берете. Джемтиклер, кстати, очень комфортный. Тоже в работе для объемных вещей. Жалко, у него сейчас нет. Вот, мне приходится все делать жидким камнем. Я уже, кстати, к жидкому камню привыкла. Просто жидкий камень, он требует... С него нужно постоянно дисперсию снимать. И он все равно не так блестит. И я все равно теклосом потом эти крылышки все делаю. Ну, время много теряется. Поэтому я за джемтиклер. Вы когда джемтиклер поработаете, у него нет остаточной липкости, конечно, это очень удобно. Это экономит очень много времени. Сейчас 5 минут, и я отвечаю на все ваши вопросы. Просто я вижу, что вы вопросов очень много пишите. Сейчас я отвечу. Завтра, кстати, сделаю еще один эфир не про ногти. Я там взяла несколько комментариев из последнего поста, который у меня был с моим психологом, где мы говорили не про ногти, а просто про жизнь. Вот, очень много запросов на такие эфиры. Я решила таких эфиров проводить побольше. Делать раз в неделю. Вот я в прошлый раз делала в субботу. На этой неделе буду делать воскресенье. Поэтому всех жду вас завтра в это же время. По Москве это будет в 8 вечера. Отличное время для проведения эфиров. Вот мелочь, объем добавили, а уже намного интереснее смотрится. Да, давайте вот здесь то же самое сделаем. Слушайте, я в какой-то вся ворсе тут. Сейчас, подождите, девчонки. Одну минуту. Тема эфира. Завтра у нас будет там запрос был. Книги. Какие книги мне помогли в моем росте. Вот, и я поделюсь, какие книги я всегда, в первую очередь, говорю читать. Что если есть какая-то проблема, а они, как правило, там одинаковые у всех проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вот у меня есть книги такие настольные, которые я сразу, первые рекомендую прочитать. Потому что бывает достаточно книг. Не обязательно сразу бежать к психологу. Бывает достаточно просто прочитать хорошую книгу. Так, увидели, как я эти бабочки делаю? Я эти бабочки делаю только одну сторону объема, но там, где цветы, я не трогаю. Вот видно объем, а здесь цветочки. Девичник. Давайте назовем, что у нас завтра с вами будет. Девичник. Мы поболтаем с вами на обычные житейские темы, которых очень много, и многих это волнует. Все, смотрите. Отвечаю на ваши сейчас вопросы. Вопросы. Так, а простым прозрачным гелем или медиум-базой? Да понятно, объем, который я сейчас сделала для насекомых, вы можете сделать любым гелем. Единственное, что его нужно обезжирить, потом нужно тот же Teclas взять без липкости и пройтись, добавить глянца. Вот. Чем удобен GMT Clear? Еще раз помню. GMT Clear, он в той же упаковке, выглядит точно так же. Есть уже на emyshop.ru. Девчули. Просто его отдельно не рекламировали, потому что продукт тот же самый, просто у него изменился химический состав. Он не так сильно теперь реагирует на лампы настольные. Это очень классно. В Тулузе можно рисовать кистью лица на пастели. Можно. Кто-то пишет очень красиво. И о том, что в школе курс Flash Boom, например, уже не поставить правильно, материал уже нет в продаже. Смотри, Лиза Эми. Если ты хочешь, например, тот же Flash Boom, у нас много есть курсов, которые направлены на объемные варианты дизайна. Я сейчас, когда в Россию приеду, в марте буду очень много работать GMT Clear. GMT Clear очень легко можно колеровать. И вот эти колеры, которые ты видела в классическом наборе, GMT Clear, их очень можно легко получить при помощи GMT Clear и M-Pasta. GMT Clear и неоновый пигмент, например. Ты просто в этом случае колер делаешь такой, знаешь, не очень плотный, а такой всегда чуть-чуть слегка прозрачный. Тогда все это хорошо полимеризуется и хорошо просыхает. Лиза Эми Нейл, ты меня поняла? Берем GMT Clear, берем классический набор M-Pasta, и все те же самые колеры делаем для онлайн-курса либо для живого курса, который называется Fresh Boom. Очень классный, кстати, курс. Там разные объемные ягодки. Я его раньше просто обожала. Когда мужчина хочет кушать, его не остановить. Не знаю, ты к чему. Так. Когда будут новые слайдеры в Европе? Будут, девочки, в любом случае в марте точно будут. Не переживайте. Так, это которые шармиконы, ножбы или это которые были? Шармиконы я сделала, по-моему, вчера Рилс выложила. Посмотрите, какие новые шармиконы. Они очень классные, романтичные. Хотите, давайте вот так сейчас быстренько покажу. Так, где мои новые шармикончики? Сейчас, одну секундочку. Кто пропустил новые шармиконы, сейчас я вам покажу. Сейчас, одну секунду. Не убегайте, а то побежали. Я уже вижу, что побежали-побежали. Блин, как понять? Вот этот... Вот это новые шармиконы. Очень романтичные. Слова, смотрите, с прописи. Это, причем, не все. Это сейчас вышло 4, и скоро будет и еще 4. 4 или 5. Смотрите, какие они хорошенькие. Это новые шармиконы. У меня просто их сейчас нет, поэтому я ими не работаю. В России, в Европе они уже стартовали. Ну, по крайней мере, по-моему, дистрибьютором начали отгружать. А в России на ими-шоп точно есть. Так. Не, все норм. Начинаешь делать. У клиентки глаза загораются. Все, поехала. Ну, все пальцы... Да, на все пальцы это долго, конечно. Для этого нужно, конечно, время выделять, если у вас клиент выходит с дизайном. И, ну, не должно быть это бесплатно. Потому что сейчас, видите, маркетинг у большинства мастеров, это когда дизайн, все включено. Любой вид дизайна, много-мало, вы включаете, а бывает дизайн реально по времени может занимать целый час. Вы час делаете дизайн и не берете за него никакую оплату. Так, все увидели, да, новые шармиконы? Это не все, кстати, шармиконы. Будут еще. Катя, лосьоны для рук будут в продаже? Да, они есть. А что, их нету? Из какого города ногти от Юлии? Вот, потому что лосьоны в продаже есть. Они есть и в Европе. Хотите, кстати, я покажу, чем отличается упаковка в Европе? Короче, одни и те же лосьоны. Европа запустила в объеме 300 мл. Вот эти вкусняшки. Я их обожаю, наши лосьоны. Очень классные запахи. Многие люди, вот прям так говорят, Катя, помнишь, там вот такой запах у тебя крема был? Он все еще продается. Мне нужен он прям вот точно такой же. Он там был персиковый. Я говорю, продается. Смотрите, Прага стала делать 300 мл. И пластик, который сделан из переработанного сырья. И который также перерабатывается. А в России лосьоны выглядят так же. В той же упаковке немножко у нас наклейка изменилась. Но они и есть в продаже. Поэтому не знаю, почему вы пишете. Я люблю стиль гранж. А, так, ну про... Девчонки, смотрите. Смотрите, на самом деле в стиле гранж не так много факов, чтобы они вас сильно смущали. Ну просто не обращайте внимания. Не вырезайте их, не предлагайте клиентам. Девочки, ну будьте проще. Я вот, например, очень люблю поматюкаться. Ну вот в эфире, в сторис я, конечно, себе этого не позволяю. Но кто-то со мной в жизни общается, знает, что я очень люблю вкусно поматериться. Прям от души. Вот, поэтому давайте будем проще. Не обращайте просто внимания на разные смущающие вас слова, если такие бывают, встречаются в наших шармиконах. Вот, просто на это есть потребитель свой. И таких потребителей очень много. Так, про объем. О, смотрите. Чарл Екатерина. A big kiss from Alessandro Emy Italia. Вот видите, Emy School Italia вам отвечает. Поэтому, кто из Италии, девочки, вот милости прошу. Я так думаю, что в Италии soulful morning уже есть в наличии. Если Александра вот сейчас пишет, это наш официальный дистрибьютор, это главный директор этого офиса. Катя, сделайте, пожалуйста, пластина Африка, силуэты африканок, жирафы, различные орнаменты в африканском стиле, тип сафари. О, спасибо за идею. Я себе сохраню эту идею. Посмотрите, записи эфиров по стемпингу есть. У меня, кстати, очень много эфиров по стемпингу. Я их постоянно провожу. И есть прям очень сильно подробные, прям все разжевываю. Очень рекомендую, кстати, купить онлайн-курс по стемпингу. Называется «Идеальный стемпинг». Его записывали с Анной Акалот. Он доступен на Emy Online. Очень хороший курс. Там и эмпаста, и декорации, и краска лаковая для стемпинга. Я как раз курс по трафаретной акварели отрисовываю. Ну, смотрите. Здесь, конечно, толщина линии, все-таки, на трафаретах, которые мы сделали в виде пластины, не настолько тонко, как на трафарете в слайдере. У слайдера он все-таки такой, знаете, ну, очень элегантно-тонкий. Вот, поэтому здесь нужно пробовать, смотреть. Так, так, так. Моя подруга очень любит ногти. Маты прям откровенные. Привет, подруги. Привет, подруги. Да ну, никогда бы не поверила, что вы материтесь. Ну, девчули. Ну, смотрите, я же... У меня такая аудитория здесь, в Инстаграме. Я просто знаю, что, как бы, здесь момент с матами, он исключен для меня. И понятно, что я здесь, как бы, это будет неуместно, скажем так. Потому что у меня не совсем сильно прям настолько личный аккаунт. Хотя вот я сейчас начинаю уходить в какие-то личные темы через прямые эфиры, но все равно этого достаточно мало. И это рабочий аккаунт. Здесь я очень много говорю по теме маникюра, тема дизайна. И как бы поматюкаться иногда-то хочется, но я себе этого не позволяю. Вот. А в обычной жизни, да, я еще та матершинница. У меня мама, я обожаю, как материться, у меня мама с бабушкой. Это, знаете, вот такой вот средняя полоса. Вот средняя полоса у них такой вот, знаете, я обожаю просто эти матюки. Вот они когда начинают, это просто, понимаете, это вот, это не то, когда это вот как-то грязно. Это просто, знаете, выплеск эмоций. И в русском языке они просто так, такое количество матерных слов. Вот обратите внимание, там, например, в том же английском языке, там их три слова. И все. А у нас же ж просто мне в удовольствие. Ладно, давайте отойдем от такой темы. Это тема спорная. Вот. Материться во влоге я здесь навряд ли когда-то буду. Вот. А кто в жизни меня знает? Особенно наши сотрудники. Они знают, как мы с Верой Мирошниченко можем жестко крыть. Да, русский фольклор. Правильно. Да, пластины я уже показала. Завтра утром выложу этот эфир, потому что сейчас уже нет смысла выкладывать. Сейчас никакой менеджмент. Ну и статистика сейчас будет плохая при выкладке. Поэтому завтра утром выложу. Пересмотрите. Завтра вечером с вами встречаемся также в 20.00. Завтра эфир у нас будет на «Проболтать». Тему я сейчас выложу какую. Там девочки делали запрос в прошлые выходные. Эфир просили по теме, какие книги мне в жизни помогали, помогают, что я очень часто рекомендую. Когда нужна такая, знаете, экстренная помощь, я всегда говорю, все ответы при желании можно найти в книгах. В книгах есть всё. Самое главное просто читать. И мы с вами об этом завтра поговорим. Но я думаю, что не только об этом поговорим, поговорим о многом. Поэтому всех приглашаю завтра на эфир, на наш девичник просто поболтать. Завтра у нас с вами будет такой открытый женский круг. Женские круги. Катенька, очень вас люблю. Я ваша выпускница, уже научилась маникюру. Много девочек. Они все умницы. Спасибо вам. А, вы научили много девочек маникюру. Прекрасно. Катя, хочу научиться рисовать мультяшки. Какой курс, как основу росписи пройти, чтобы было понимание составления композиции и расстановки теней. Ну и вот такой курс мы не записывали. Смотрите. Когда-то я учила, у нас были мультяшки. Но именно в онлайн формате я так и не записала этот курс. Надо записать с каким-нибудь экспертом, с той же Таней Андриановой. Вот. Она художник так же, как и я, по образованию. Надо подумать. Я знаю, что она сейчас акварель записывает, классическую с ленинградской акварелью. Вот. У нас скоро будет новый курс по росписи с Таней Андриановой на Эми онлайн. Курс по стэмбингу крутой. Наташа Коклюгина проверяет. Шикарная женщина. Да. У нас основной куратор по дизайну в Эми онлайн. Это Наталья Коклюгина. Она, во-первых, в штате у нас работает уже 16 лет. Представьте, какая она у нас древняя. Вот. И она как раз с куратором у нас выступает в Эми онлайн. И она кайфовая просто. Кайфовая. Никогда не обижайтесь на нее, кстати. Потому что если она к вам придирается, она придирается по делу. Если она вас попросила перерисовать, переделывайте. В платину входит то, что входит. Это любимый вопрос у тех, кто покупает платину, что туда чуть ли входит не все. Ну, нет, конечно. В платине есть определенный ассортимент. Мы бывают иногда, что туда бонусом добавляем какие-то вебинары. Вот. Полноценный курс по стемпингу, пожалуйста, покупайте отдельно. Но он очень классный. Лосьоны, сказали, выводят. Будут новые ароматы, поэтому старые распродают остатки. Да, да. У нас сейчас новые ароматы, новые текстуры. Возможно. Но все равно вопрос вот с этими лосьонами я хочу оставить. Потому что я буду скучать по этим запахам. Там запахи просто офигенские. Особенно персик розовый и бирюзовый. Материтесь на здоровье. Мы вас любим. Я сейчас хочу уходить в личное наставничество просто для женщин. Это вообще тема не про маникюр. И там, конечно, я очень часто могу прибегать к таким легким пизюлям. Вот здесь как бы без мата, извините, но никак будет. Потому что если мы хотим результат какой-то, там придется быть очень строгой. А где есть информация, как проходит аттестация инструкторов? Лиза Эми Нейл, кошечка моя. Если ты инструктор официальной школы Эми, пиши в группу инструкторов. Ты же знаешь, что у нас есть чат по дизайну и чат по классике. Пиши туда. Здесь сейчас нет смысла обсуждать эту тему. Вот. Если ты творческий партнер, то ты напиши просто в личку мне. Потому что у творческих партнеров у всех есть мой личный телефон. Платина просто бомба. Огромное спасибо. Да не то слово. Платина – это просто кладица информации, которую можно просто проходить бесконечно и повышать себя вот так вот по кругу. Тревел-форматы, запасы закончились. Так не хватает. Сейчас скриншотик сделаю по тревел-форматам. Так, лечебные лаки можно разбавлять. Ну, в принципе, можно. Но я бы не рекомендовала это много делать. Смотрите. Вот. Потому что нарушается, конечно, процесс общихимический. Потому что разбавитель идет. Поэтому так в себе история. Вот. Поэтому разбавить можно. Ну, там, может быть, один-два раза. Много нельзя. Можно мне идти? Меня еще туда не добавили. Лизонька. Тебе нужно просто сказать тогда своему руководителю школы, что вот Катя Мирошниченко сказала, что есть группы такие инструкторские. А туда меня не добавили. Вот. И добавят. Не переживай. Так. Ну, все, девочки, мальчики. Уже у вас 21.04. У меня 8 вечера. Я так думаю, мы будем с вами прощаться. Встретимся завтра. Завтра у нас будет неформальное... Всем пока. Завтра у нас с вами будет неформальное общение. А я обожаю общение неформальное. Вы обратили внимание, что я даже... Прямые эфиры по ногтям, они все равно у меня проходят в такой неформальной зоне. Поэтому завтра встречаемся в женском кругу на Девишнике здесь в 20.00 по Москве. Всем пока-пока. Всем пока-пока.